Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире телеканала СПлюс Сергей Горбатенко. Сегодня мы работаем в условиях антитеррористической операции, которую объявила Служба безопасности и Министерство внутренних дел. В гостях у нас мэр Славянска Нелли Игоревна Штепа. Здравствуйте, Нелли Игоревна. Здравствуйте. Нелли Игоревна, славянским интернетом и уже украинские интернет-издания распространили эту новость. Есть видео, в котором говорится, что мэр Нелли Штепа уехала из Славянска, бросила Славянск. И что в городе якобы уже сама провозглашённый другой мэр. Прокомментируйте это. Во-первых, я не видела и не слышала всё, что вы мне сейчас говорите, потому что я не была рядом с интернетом. Но мне звонил телеканал 112, я была в церкви, мы святили вербу, и они мне перезвонили. У вас есть какая-то информация? Я говорю, у меня никакой нет информации, я 7 часов нахожусь в церкви. И положила трубочку. Потом я перезвонила, они говорят, а мы считали, что вы уже ушли, вы уже бросили Славянск. Я говорю, слышите, человек может быть в церкви в воскресенье. Поэтому потом мне начали звонить люди о том, что да, действительно, есть такой Вячеслав, я его даже знаю, этого Вячеслава, о том, что я всё бросила, я ушла, и вот он себя сегодня провозгласил. Я хочу сказать и Вячеславу, и всем остальным, для того, чтобы провозгласить в городе Славянске себя народным мэром, сегодня так номер не пройдёт. Сегодня я очень люблю этих жителей, и эти жители любят меня. И сегодня играть кино, что ты сегодня кто-то главный, а кто-то нелегитимный, кто-то легитимный, такого не будет. Сегодня есть легитимный мэр, который сегодня работает. Да. Почему? Я сказала Вячеславу, что я уехала в Артёмовск. В чём причина? В 2 часа ночи мне перезвонил бойцов Вячеслав Леонидович, начальник МЧС, и говорит, «Мэля Игоревна, нам был ложный вызов с милицией, что в милиции пожар». Мы приехали и арестовали машину МЧС, пожарную машину. А пожар на пожаре, пожар на пожаре, говорит, нам надо срочно выезжать. То есть в Славянск остался без МЧС, спросите? Конечно, остался. И он мне звонит, говорит, «Выручайте». Они сказали, если вы привезёте какую-то другую машину, мы ему взамен отдадим. И я с 2 часов ночи до 5 часов утра мы искали по всем свалкам, где только можно, по людям, созванивались, нет ли у вас где-то выброшенной машины. Мы нашли там машину, вообще без колёс, без ничего, притащили её на прицепе, нашли тракториста, притащили её на прицепе, затянули её туда, и нам отдали арестованную нашу машину МЧС. Она была целая, а не повреждённая МЧС машина? Они её охраняли, МЧСники её охраняли, они от неё не отходили. Они отпустили, эту машину поставили и отпустили. И когда мне позвонил Вячеслав и сказал, что нужно и то, и то, и то, и срочно приехал туда, я ему сказала, вы знаете, меня нету, я уехала в Артёмовск. Сама поехала в церковь, устала безумно. Сами понимаете, всю ночь искали какую-то такую развалюку, которая ни на ком не числится, которую можно сегодня поставить там, и чтобы она стояла. Я пошла в церковь, в церкви мне позвонили, сказали, что видели БТР и машину с солдатами. Я после этого поехала, встретилась с этими солдатами, переговорила, говорила их, чтобы они не шли на город, рассказала про наш город, какой наш город. Рассказала, что я очень, как женщина, не хотела бы, чтобы сегодня мужчины захватили город, в котором женщина, мэр, это просто даже некрасиво, со стороны военных. И они мне сказали, мы сейчас, для того, чтобы здесь не стоять, мы к вам заедем и постоим. Договоритесь, пожалуйста, с людьми, которые сегодня находятся в ополченце, чтобы они нас не трогали. И я им созвонила, сказала, ребята, не трогайте, заедут в БТР, они постоят, потому что им надо, чтобы они не стояли, люди, чтобы не видели, что они стоят прямо на трассе. Они заедут там в карманчик, постоят. Когда же они заехали, открылась огонь. То есть сегодня пролилась кровь. То, чего я не допустила вчера. Однозначно сегодня уже, я могу сказать так, сегодня оценку всем тем действиям, которые уже сейчас начались, должны дать правоохранительные органы. Уже сегодня я давать не буду. Вчера, когда мне позвонили утром и сказали, что захватили отдел милиции, и там находятся наши милиционеры и гражданские люди, женщины и мужчины, я приложила максимум усилий для того, чтобы их отпустили. Я все сделала для того, чтобы их отпустили. Когда, извините, они грубо отнеслись к Зонтову, я все сделала для того, чтобы тоже его отпустили. Когда две француженки, журналистки, их начали бить, я их вырвала просто и тоже их отпустили. Скажем так, вчера моя миссия была в том, чтобы не был задержан ни один человек в городе Славянске, и чтобы не пролилась вчера кровь. Я все сделала. Все, мы разошлись. В 12 часов ночи они еще арестовали, по их разоборам они арестовали еще повстанческой армии, арестовали начальника милиции Краматорска. Я перезвонила всем, кому только могла, и попросила, чтобы его отпустили. Я говорю, ну не с того начинаете, вы не с того начинаете. Когда они пришли в город, я спросила, кто вы, они сказали, мы с Донецком, мы повстанческая армия, мы только проведем здесь переговоры. И на этом наша миссия закончена. Реально никто не говорил о том, что вот будет вот такая ситуация. Я сегодня хочу призвать всех жителей города Славянска. Мы сегодня с вами очень любим свой город. Мы приводим его в порядок. Давайте сегодня каждый занимаемся дома, возле своего дома наводим порядок. Сегодня раз уже так получилось, что без нас захватили милицию, и милиция допустила тот факт, что захватили сегодня милицию и СБУ. Пусть сегодня разбираются на уровне милиции, на уровне СБУ, прокуратуры и так далее, и тому подобное. Я говорю, я вчера приложила максимум усилий, для того, чтобы не пролилась кровь. Вы сказали, что заехали БТРы, и был открыт огонь. С чьей стороны был открыт огонь? Кто начал стрелять первым? Это должна сказать милиция. С чьей стороны? Я знаю сегодня, сколько людей погибло и сколько ранено. А кто эти люди? Это правоохранители, либо это люди, которые на баррикадах стоят? Эти люди, которым я поддержала, которые были на БТРах, это военные, которые ехали с учения. И они заехали в карман к нам на ростовской трассе. То есть это не те, которые участвуют в этой провозглашенной антитеррористической операции? Нет, нет, нет. Я так понимаю, что в этой операции участвует некая группа Альфа, это группа СБУ, но я так слышала просто это по телевизору. А вот скажите, кто убит, с чьей стороны? Вы знаете, кто убит и кто сейчас в больнице? Убитый со стороны, я поняла, убитый со стороны военных. Со стороны военных, да? Да. Олег Игоревна, сейчас город оказался в такой ситуации, когда, ну, по сути, некому звонить, если вдруг, что милиции, кто сейчас осуществляет охрану правопорядка. Мы знаем, вчера нам эти люди, которые захватили городдел, говорили о том, что будут организовать совместные патрули, но никто этих патрулей на улицах не видел. Дело в том, что служба 102 работает. Туда можно позвонить, они зарегистрируют. Если что-то, какой-то грабеж, либо мародерство, то милиция выезжает. Олег Игоревна, были ли случаи мародерства? Ну, милиции сказали, что случаев не было, не зарегистрировано, хотя по городу идут слухи, что, причем, каждый раз называют, ну, другое название магазин. Если говорить о водоснабжении, теплоснабжении, электричестве, как работают больницы, скорая помощь? Сегодня я провела совещание, вчера с врачами. Я разговаривала с директорами школ. Мы объехали все школы, сегодня проверили температурный режим. Я сегодня все до единой школы объехала, все садики объехали. Мы посмотрели, какая температура. Некоторые школы и некоторые садики мы еще протопим. Дали такое указание, ночью мы протопим. Там, где меньше, чем 17 градусов. Мы сегодня, у нас 14 порывов, и они уже 7 сделаны, 7 осталось. Сегодня я была на очистных сооружениях. Я хочу просто, чтобы все понимали. Сегодня вот этот кусочек возле милиции, это кусочек земли, который сегодня захвачен. То, что у нас сегодня должна идти жизнь в городе Славянске, должны работать очистные, фильтровальные, должны работать водоканал, школы, больницы. Это все однозначно. Но я хочу сказать сразу же, что я дала указание в связи вот с такой ситуацией. Завтра мы школы не выводим на занятия. И завтра школьники, еще один день у них каникул. А если говорить о педуниверситете, там люди тоже и студенты обеспокоены, и преподаватели. Что делать? Он будет работать? Да, он будет работать. Это взрослые люди. Я просто не хочу, чтобы эти студенты где-то участвовали в каких-то митингах. Я хочу сказать, что сегодня надо максимально, чтобы наш город, жители нашего города не пострадали. У меня одна задача, чтобы не пролилась ни капля крови моих жителей города Славянска. Я, у меня одна только мечта. Я больше ни о чем не хочу. Я больше ничего не хочу. Больше ни о чем не думаю. И для меня самое главное, чтобы все мои жители были живы и здоровы. Ну, Илья Игоревна, под каким флагом сейчас исполком работает? Нету флага. Я знаю, что за ночь его вешали вечером русский флаг, потом мне призвонили, сказали, что скалолазы повесили украинский флаг, потом мне сказали опять повесили русский, потом опять русский сняли, украинский типа не повесили. Но я вот сегодня была в церкви, я посмотрела, флага нет. Вы знаете, я хочу обратиться, можно обратиться мне к жителям нашего любимого города. Я хочу всем сказать, родные мои, давайте будем сегодня спокойны. То, что сегодня у нас в городе происходит, захват СБУ, захват милиции, я уверена, что этому очень скоро придет конец. Я думаю, что это не наша с вами революция, это не наша с вами война. Я думаю, что эта война и революция далеко-далеко за пределами города Славянска. Сегодня мы, наверное, крайний город Донбасса, поэтому с нас не начали. После нас уже Краматож, Дружковка и так далее. Но я хочу сказать, что мы должны с вами быть сегодня спокойны. Мы должны сегодня, если мы хотим, чтобы мы были живы, здоровы, давайте сегодня не нагнетать обстановку. Давайте сегодня не ходить там, где сегодня работают военные люди. Я сразу же хочу сказать всему городу, при захвате милиции было изъято в оружейке 400 пистолетов и 20 автоматов. Плюс к этому времени уже люди пришли тоже с автоматами. Поэтому я бы очень хотела, чтобы сегодня меньше выходили на улицу, меньше сегодня переживали. Смотрите, пожалуйста, каналы, которые сегодня там не новостные. Либо смотрите телеканал САД Плюс, и вы будете иметь всегда правдивую информацию. Еще хочу вам, родные мои, сказать, что сегодня наступил для Украины очень тяжелый период. Но каждый из вас, я знаю, любит свою Украину. Сегодня то, что сегодня нас волнует, почему сегодня люди выходят на площади, почему сегодня я сделала заявление и передала его ценнику Арсению, это то, что мы сегодня хотим, чтобы нас услышали через референдум, через опрос, через регуляторные акты. Так, чтобы все эти вопросы, которые являются жизнедеятельными для нашей громады и вообще для всех территориальных громад Украины, чтобы они принимались коллегиально при обсуждении полностью всеми жителями города Славянска, Донбасса, Харькова, всей Украины. Тогда не будет у людей вопросов, не будет замечаний, и никогда никто больше не встанет и не будет проводить митинги. Я считаю, что каждый вопрос, который сегодня хоть как-то начинаются какие-то волнения, его нужно сразу же выносить на референдум. То ли, если это сегодня, скажем так, сланцевый газ, и вот будут добывать только на Юзовском месторождении. Значит, те, кто сегодня проживает на Юзовском месторождении, хотят ли они сегодня каких-то американских преференций при добывании газа, либо они не хотят сегодня этих преференций, не хотят этого газа. Но они должны сегодня сказать, что кто хочет. И тогда, кто там какое более заявление сделал, значит, тогда и нужно принимать решение. Если сегодня решается вопрос о том или ином союзе, значит, нужно выставить это на референдум и принять решение. Если большинство Украины скажет, что они хотят в Евросоюз, значит, меньшинство должно подчиниться, иначе должен быть Евросоюз. Если большинство скажет, что хотят в Таможенный союз, значит, меньшинство должно подчиниться и должны пойти в Таможенный союз. Я сегодня хочу, чтобы Россия была надежным партнером нашей Украины и была хорошим нашим соседом, доброжелательным соседом. Мы готовы сегодня на любые компромиссы, на любые переговоры с властью, которая находится сегодня в Киеве. Я хочу сказать, что вот на протяжении двух дней я на телефоне с Тарутой Сергеем Алексеевичем, перезванивают мне с аппарата президента, перезванивают отовсюду и говорят о том, что уже принято решение, передайте всем жителям города Славянска, что уже принято решение о референдуме. И вы знаете, когда я вчера со слов Таруты Сергея Алексеевича передала о том, что у нас будет в городе референдум, потому что это еще за сутки до этого сказал Арсений Яценюк, меня тут же Интер назвал сепаратисткой и сказал, что одни сказали, что мне надо убить, а Лешко вообще сказал, что мне надо расстрелять по телевизору. Я хочу сказать вам, родные мои, три дня назад Лешко встретил меня возле гостиницы «Шахтар Плаза», где мы были на совещании, и сказал, что я самый лучший мэр в мире, которого он знал. Сегодня, вчера он решил, что мне надо расстрелять. Как плохо, что наши политики так быстро меняют свое мнение. Давайте так, или это от любви до ненависти может быть один шаг? Спасибо вам, Нелли Игоревна, за ответы на наши вопросы. А вам я хочу напомнить, что слухи о том, что море Славянска Нелли Штепа самоустранилась, куда-то уехала, не оправдались. Нелли Штепа в Славянске на месте Анан работает. И мы также работаем для вас. Спасибо. 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 Спасибо.